Москва, 21 июнь, РИА Новости Президент Южной Кореи Монджи Инг в четверг начинает визит в Россию, в ходе которого проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, выступит в Государственной Думе, а также посетит игру сборной Южной Кореи и Мексики в рамках чемпионата мира по футболу. Немешний визит в РФ станет вторым для Монджи Инг с момента его вступления в должность и пройдет на фоне активизировавшихся усилий по урегулированию на Корейском полуострове. Урегулирование вокруг КНДР переговоры Владимира Путина и Монджи Инг пройдут менее чем через две недели после сингапурдского саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ин. И хотя многие эксперты расходятся в оценке так называемой «сингапурдской декларации», называя ее практически нереализуемой, сама встреча стала этапной с точки зрения активизации усилий по урегулированию на Корейском полуострове. Переговоры лидеров РФ и Южной Кореи должны стать следующим важным шагом в этом направлении, заявил РИА Новости бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов. Визит очень своевременный, как раз в этот период во многом определяется дальнейший ход переговоров по корейской проблеме основной. Поэтому для России и Республики Корея очень важно обменяться мнениями, сверить позиции по этой проблеме, наметить, возможно, какие-то совместные шаги, сказал он. Москва не раз заявляла, что приветствует переговорные усилия по урегулированию на Корейском полуострове, при этом подчеркивает, что процесс не должен вестись только на двусторонней основе между США и КНДР. Мы будем обмениваться оценками и мы будем, несомненно, ориентироваться на дальнейшее очень активное участие в решении всех проблем, связанных и с денуклеаризацией Корейского полуострова, и с созданием коллективной системы обеспечения безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии, считает замглавы МИТРФ Сергей Рябков. Эксперты отмечают, что буквально накануне визита Монджейна в Россию Сеул заявил об отмене учений под кодовым названием «Хэгэк», которые должны были пройти на следующей неделе. По данным южнокорейского агентства «Рёнхак», сделано это было ради успешного продолжения диалога с КНДР. Это решение последовало на следующий день после отмены совместных американо-южнокорейских военных маневров «Фельчи», «Фридан Гордиан», «Фульчи», «Фриедан Гуардиан» и «Люфк». О необходимости такого шага, снижении военной активности для прогресса в переговорах, было заявлено именно по итогам встречи Дональда Трампа и Кин Чен Ина. Но эксперты напоминают, что подобный шаг предусматривает также российско-китайская дорожная карта по корейскому урегулированию, которая была публично представлена около года назад. Северокорейские во всех сферах «Северокорейской ракетно-ядерной проблемы», — сказал Панов, оценивая перспективы обсуждения урегулирования вокруг КНДР на встрече Путина и Монтжейна. «Двусторонние переговоры» Что касается двусторонней повестки, то анонсируя визит Монтжейна в Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Южной Кореи проведут полноценные переговоры, по итогам которых планируется подписание совместных документов. «Действительно, будет целый рабочий день с президентом. Будут переговоры в узком составе, переговоры в расширенном составе, протокольные мероприятия предусмотрены, подписание документов и заявления для средств массовой информации», — сказал Песков журналистам. По итогам прошлого визита Монтжейна в РФ, когда в сентябре 2017 года он принял участие в Восточном экономическом форуме, было подписано более 15 документов. Также южнокорейский президент предложил России навести 9 мостов сотрудничества, включая энергетику и транспорт. Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы 9 мостов. Как отметили в российском Кабмине, реализация этих инициатив, крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий, на транспорте и в других областях, будет обсуждаться на встрече Монтжейна и Дмитрия Медведева 21 июня. Помимо этого, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться и вопрос трехсторонних проектов России и Южной Кореи с КНДР, заявил журналистом замглавы МИД РФ Игорь Маргулов. Главным на сегодняшний день является проект «Хасан Раджин», предусматривающий модернизацию железнодорожного участка между российской станцией «Хасан» и северокорейской станцией «Раджин» и эксплуатацию третьего персопорта «Раджин». Реализуется он у АО «РЖД» совместно с партнерами из КНДР. Сеул ранее также участвовал в проекте, но в 2016 году вышел из него другой проект – строительство газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. То, что он также может быть реанимирован в трехстороннем формате ранее не исключили источники как в Москве, так и в Сеуле. Но и насколько быстрым будет продвижение в возобновлении этих инициатив, зависит уже от прогресса в переговорах между Севером и Югом, резюмируют эксперты. Не только политика в ходе своего визита в Россию президент Южной Кореи, помимо обсуждения государственных вопросов, посетит матч национальной сборной по футболу, которая в рамках чемпионата мира сыграет с командой Мексики. На данный момент южнокорейцы по итогам неудачной для себя первой игры делят вместе с немцами третье место в группе. В интервью российским СМИ накануне визита Монджейн выразил надежду, что по ходу турнира команда сможет улучшить свои результаты. Игра пройдет 23 июня на стадионе Ростов-Арена, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова